Мы одни во вселенной, скептически заявляет Борис Баранов. И тем не менее, больше 40 лет конструирует двигатели для ракетно-космической промышленности. 12 апреля 1961 года подростком с восхищением слушал по радио о подвиге Юрия Гагарина. Тогда уже понял, что строить ракеты – его призвание. Я как технический человек знаю всю подоплеку, как обеспечивается надежность, качество, какие проблемы в производстве случаются, мы с ними боремся. На сегодняшний день мы про отказы двигателей начали забывать в составе ракет. И поэтому мы, как двигателисты, когда видим, как сажают космонавтов на ракету, достаточно антуражно в эксплуатации, мы за них не переживаем. Прогресс, Кузнецов, Тяжмаш, Самарский регион не зря считают передовиком космической отрасли. Именно на ракеты-носителе, созданном в Куйбышеве, Гагарин совершил свой первый полет в космос. Россия и сегодня старается держать высокую планку. Несмотря на кризис, деньги на космический кластер продолжают выделять в необходимом объеме. Мы уверены, что в завтрашний день у вас будет у каждого из этих препятствий лучше, но вот в этот переходный период, чтобы сохранить, ну, позиции, те, которые мы имели, мы заняли новые вещи, чтобы мы имели хороший треток новых кадров, молодых кадров, которые мы обеспечим через 3-5-10 лет нашу перспективу. Космическая отрасль в Самарской области продолжает активно развиваться и наращивать темпы. Началось создание нового научно-образовательного «Гагарин-центра». Самарский аэрокос – один из лучших вузов в стране. В перспективе попасть в сотню лучших в мире. Лидеров космической промышленности в честь Дня космонавтики наградили почетными званиями, медалями, грамотами и благодарностями. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.